Патроны от автомата Калашникова чётко попадают в магазин. Спешки здесь быть не может, ведь в девичьих руках настоящее оружие. И хоть в команде из шести человек всего лишь один юноша, поблажек нет. Это и понятно, ведь борьба идёт за звание лучших. Девчата не сдаются. Магазин. Магазин. А что в чем сложность? Да просто нужно быстро его, он не получается иногда. Пройти без потерь полосу препятствий с автоматом наперевес, эвакуировать раненого товарища в условный тыл. Условия приближены к военным. Место дислокации финала фестиваля «Гренадёры России» – Кубинский аэродром. Среди крылатой военной техники соревновательный дух витает в воздухе ещё больше. Это ребята достаточно активные. Часть из них, кстати, уже летом этого года будут поступать, будут являться абитуриентами военно-учебных заведений. Поэтому вот за этих, я скажу прямо, да, они с определённым уровнем определённого стремления видят перед собой дальнейшую цель. С осени прошлого года команды шаг за шагом приближались к финишу, оттачивая своё мастерство. Ещё в полуфинале было 30 команд. Сейчас на импровизированном поле боя – 18. Вот этим ребятам, которые сегодня стоят в юноармейском строю, да и те, которые не стоят ещё пока, но, может быть, этот пример привлечёт и их, строй юноармейцев. Этим ребятам с их горячими глазами, с их ответственным отношением к судьбе своей страны и пониманием того, ради чего они это всё делают, я бы сегодня доверил бы государственный флаг. Многим юноармейцам доверили участие в параде Победы 9 мая, а на мемориале «Вечный огонь» в городе Одинцово организаторы вручат самым ответственным заветную книжку юноармейца. И ряды молодых бойцов пополнятся новыми ребятами с горящими глазами, которые готовы попробовать на себе все тяготы военной службы.